В этот раз, собственно, полностью этот раз, может быть, частично следующий, я хочу посвятить примером того, где такие системы возникают. Собственно, мы будем, да, я напоминаю на следующий случай, что мы смотрим на систему вот такого центра и с точкой равно, то есть эпсилона и фи, где и координата на rn, фи это угловая координата, то есть она принадлежит ансору к какой-нибудь размерности m, фи с точкой имеет вид, значит, некоторая частота, которая зависит только от i, ну и плюс, поправку разговариваем, что он g, вот, и фи. Давайте поговорим, где такие системы возникают. Значит, первое, гармонический астреат. Гармонический астреат. Гармонический астреат. Гармонический астреат. Что значит, что это гармонический астреат? Раз. Так. Два. Да? Так. Ладно. Хорошо. Это простая лишняя штука. Мы берем стенку, привязываем к ней кружинку, а на конец кружинки привязываем шарик массы m. На кружинке есть некая жесткость, некая жесткость h. Ну и давайте дальше напишем управление движения этого тела. Да, давайте считать, что все это изживет на стержне, то есть колебания возможны только в таком направлении. Давайте напишем уравнение движения. Ну как уравнение движения напишется? Да, сегодня будет довольно много всякой механики. Часто люди, когда занимаются математикой, все это как-то быстро, очень мимо пропускают. Поэтому, если будут вопросы, то шартура берется. Будут вопросы. То есть глупые, то есть не задавайте. Ну как начинать уравнение движения? Уравнение движения выглядит стандартным образом. По второй боку нитона, масса умножить на скорость, на ускорение равна силе. На ускорение есть вторая образовательная координата. Координата меряется по этой анти-проводцам. Значит, в силе F сила при обновлении этого шарганата Х. Ну как здесь устраивает сила? Сила есть потенциальная. А потенциал? Потенциал имеет вид к Х квадрате по холам. Где Х это жесткий прорыв. Так, знаете, вот такой хорошо известный фактор, что в призыве приближенностью идет вот так. И тогда, что значит, что сила потенциальная? Это значит, что сила равна производной потенциалу по Х. Здесь все равномерно, поэтому здесь будет не частная производная, а настоящая производная. Минус, да, минус, спасибо. Здесь путаем потенциальной энергии и потенциал, но если напишем потенциал, то минус. А давайте лучше сказать, что это сейчас. Если напишем потенциал, то... Так, сейчас. Сейчас правильное равнение получается. Да, правильное. Правильное, это потенциальная энергия. Вот, хорошо. Значит, тем самым, равнение получается такого вида. И мы разлетачиваем равно минус 1. Так? Значит, давайте мы это дело на массу разделим. И обозначим 100 делить на m как омега в квадрате. Значит, это число положительное, поэтому можно это дело представить в виде омега в квадрате. Почему не просто медленно? Потому что так удобнее. Потому что омега будет играть роль частоты. Значит, тогда уравнение принимает в виде омега в квадрате. Значит, собственно, просто и все. Это уравнение, естественно, решается явно. Решение имеет хорошо известный вид. Т равно константу С1 умножить на синус омега Т. Плюс константу С2 умножить на косинус омега Т. Где константа С1 и С2 зависит от начального положения вашего грузика и его начальной скорости. Так? Больше ничего здесь нет. Но давайте сделаем следующую процедуру. Давайте заменим переменные в этой системе даже два раза. Значит, первое замене я хочу сделать следующее. Я хочу понизить порядок системы до первого. Значит, уравнение второго порядка будет уравнение первого. Я рассмотрю такой вот замену. z равно x с точкой плюс i, и это мимо единицы, так? Значит, плюс i, и омега x. И омега x. Значит, тогда какой вид примут уравнение? Вот. Легко посчитать, что уравнение примут вот такой вид. z с точкой равно омега z. Плюс i, и омега z. Так. Ну давайте проверим, что это так, или так видно? Ну видно, смотрите. Ну что, я раз детенцирую, если будет x две точки, я это уже в этой две точки, так? Еще будет плюс i омега x с точкой. Вот здесь вот, значит, в правой части будет i омега вот даже вот x с точки, со смех катяцом, и останется i омега x. И на i до экзот минус единица, это вот это минус единица. Омеги будет вернуть, и вот это с омега хватать. Собственно, все правильно. Вот. И в этих комплектных однако решение принимает такой, еще более симпатичный вид. z в c есть константа умножить на e в степени i омега z. Ну вот. И дальше, если вы хотите отходы выше, и у вас ведется всегда карбинада, ну понятно, как это сделать. Взять мнимую часть вот этого выражения, и взять константа, естественно, тоже мнимая. Ну и на омега разделить. Вот. Замечательно. Значит. Теперь давайте сделаем еще одну замену по орбинации. Вот такой вот. Скажем, что i, а i это будет вот то самое i, которое в нашем уравнении. Значит, i это есть модуль z, но z это минус число, поэтому я пишу модуль, что по орбинации пополам, а fi это будет аргумент z. Это минус число, поэтому можно взять fi вот таким вот образом. Так, то есть и настоящий угол он сильно принадлежит. Значит, модуль. И давайте запишем уравнение движения z для системы. Значит, ну, давайте продифинцируем g. И что получится? Получится, значит, z с точкой умножить на z сопряженной пополам. Правильно? Значит, модуль z, что такое? Модуль z в квадрате. Это z на z сопряженной. Понимаете? Где мы делаем z, а где мы делаем z сопряженной. На z сопряженной точке пополам. Значит, на этом будет равно на u. Почему это будет равно на u? Потому что, смотрите, значит, что у нас получается. Потому что, да, значит, ну, вот эта штука чему будет равна? Это и омега, модуль z в квадрате, так, пополам. Значит, модуль z в квадрате, потому что вот эти з приедут отсюда, значит, з сопряжена кации, а вот эта штука будет вот эту вот. Через лист, как z сопряженной точкой пополировать? Нужно просто сопрять датуе равнения. Да. У вас получится z сопряженная точкой. Ну, основное производное сопряжение мы со всякими dumped с ними вняли. Значит, у нас получится z сопряженной точке равно минус и омега z сопряженная. Давайте сюда вот вставляем, получается, что? Получается щав versus mq и омега только с минусом. В общем, это не включал, но он совершенно простой, и в итоге получается 0. То есть вот эта карината вообще не меняется в течение времени. То есть это не удивительно совершенно. Почему это не удивительно? Можете объяснить? Какое есть физическое объяснение этого факта? Вообще, как только у вас есть механическая система, и у вас бы нашли тривиальные координаты, которые со временем не меняются, об этом нужно сразу задуматься, потому что какие координаты имеют, какие функции... Это будет энергия. Правильно, да. Эти функции имеют название первые интегралы. То есть специальное название. А те функции, которые не меняются в течение времени. И это на самом деле просто энергия эта система. Потому что если переписать, что такое модуль в квадрате пополам, в исходной карте НАТО, то что это такое? То есть X в квадрате пополам, плюс Омега в квадрате и X в квадрате пополам. То есть это астентическая энергия. Но она нормирована. Нормирована, потому что здесь масса вообще должна быть. А массы нету. Но массы нету, потому что мы ее в квадрате быстрее отбили. А вот это натальная энергия. Соответственно, это просто энергия и системы. Ну и мы хорошо знаем, что такая вот система сохраняет энергию. Поэтому все получилось правильно. А давайте теперь посчитаем производную угла FI. Производную угла FI. Вот здесь встает вопрос, как это считать. Потому что не совсем понятно, как считать производную аргумента комплектной функции. Ну, можно там представить, почему был через астангус какой-то подходящий. Но это не очень удобно, потому что там не целом есть значений. То есть там минус 3.5 до FI. Аргументно, что вращается от 0 до 2P. В общем, это будет некоторой геморрой. Но достаточно удобный способ вот такой вот. Считать не сразу же производную угла FI. А сначала начать следующее соотношение. Давайте Z на Z сопряженное отделим. Что получится? Значит, Z объявит модуль Z на E в степени EFI. Значит, Z на Z сопряженное отделим модуль Z уйдет. Останется E в степени EFI. Значит, делить на E в степени минус EFI. Получится E в степени 2EFI. Вот. А теперь давайте обличатель продифференцируем. Обличатель продифференцируем. Значит, слева получится Z с точкой на Z сопряженное Минус Z сопряженное с точкой на Z. Здесь на модуль Z сопряженного в квадрате. Значит, справа получится 2I FI с точкой. Минус E в степени 2I FI. Значит, давайте на модуль Z сопряженного в квадрате отвечать за модуль. Нет, давайте наоборот, на эту штуку разделим. Значит, что получится? Смотрите, модуль Z сопряженный в квадрате, на E в степени 2I FI. Нет, откуда здесь модуль? Здесь модуль нет, извините. Здесь, собственно, Z сопряженный просто. Так, без всякого модуля. Значит, просто Z сопряженный в квадрате. Так, значит, ну а здесь давайте рассчитаем, чему эта штука будет равна. На самом деле, собственно, считать это совершенно понятно. Так, в силу тех поравнений, которые там описаны. Значит, ну давайте я не буду, давайте просто ответы пишу, совершенно понятно, как его получить. Получается такая штука, получается просто два модуля, модуль Z в квадрате. Так? Значит, а вот эта штука, вот эта штука, что есть такое? Z сопряженный в квадрате, это есть модуль Z в квадрате на E в степени минус 2I FI, да еще на E в степени 2I FI остается тоже, просто модуль Z в квадрате, остается 2I Омега. 2I Омега. Вот, с другой стороны, эта штука должна все равно вот этой. А, нет, нет, извините. Значит, давайте аккуратно. Значит, вот эта вот штука, мы считаем, что она равна 2I Омега, а правая часть этого уравнения, я же разделил на E в степени 2I FI, остается в двоих источках. Так? Тем самым находим простое предположение, что источка просто равна Омеге. Вот. То есть, Омега, Омега на самом деле, это действительно частота вращения вот этих вот комплексных координат. То есть, вот это вот наше колебание, мы представили видеть вращение подружности с частотой Омега. Понятно, да? Вот. Тут эти комплексные координаты окажутся очень удобными. Тем самым, значит, получили, что наша система записывается в таких вот уровнях источки равна U, от источки равна U. Вот. Хорошо. Значит, а давай теперь усложним систему. Давайте рассмотрим не один аспилятор, а два аспилятора. Например. Как мы это сделаем? Ну, к примеру, вот сюда еще один перерыв. Вот сюда еще один перерыв. Ну, это там масса М1, это масса М2, это масса М2, взрослых его К2, ну и будет соответствующая частота Омега 2 в квадрате равная К2 на М2. Так. Управление его движения записывается также. Соответственно, у меня теперь будет И1, ИФИ1, это координаты ИФИ, которые соответствуют первому аспилятору. Будут координаты ФИ2, ФИ2, которые соответствуют второму аспилятору. Значит, будет то мега 1, будет то мега 2, будет то мега 2. Теперь давайте пусть аспиляторы взаимодействуют. Вот здесь нарисуем такую вот пружинку. Значит, ну и пружинка, может быть на самом деле не пружинка, а может быть что угодно. Может быть что угодно. Главное, чтобы это была потенциальная штука, хотя это вообще нельзя делать. Значит, пусть вот эта вот пружинка назнает метро потенциалом В, В, который зависит координату соответственно, ИФ1 этого аспилятора, то есть это жертвец и ИФ2 этого аспилятора. Ну, как правило, от чего зависит эта штука? Ну, как правило, просто от разности, ИФ1 и ИФ2. То есть, если это действительно пружинка, то вот эта вот функция В, связи двух аспиляторов, она будет иметь вид, что какой-то К3, это жесткость вот этой вот, вот этой третьей пружинки. Сейчас, давайте я перерисую, потому что один аспилятор второй, вот они могут все сделаны стенками, а между ними пружинка и вот она жестко-таки Х3. Значит, Х3 на что? На ИФ1 минус ИФ2 в квадрате пополам. Так? Вообще-то здесь может быть что-то гораздо более сложное, просто могут быть какие-нибудь намагниченные шарики и между ними здесь намагниченное взаимодействие. Можно писать чего угодно. Какие тогда будут равнения движения? Вот это вот потенциал, вот это потенциал. Давайте сейчас запишем исходное уравнение движения, пока мы не заменили координацию. Значит, исходное уравнение движения вы, конечно, записываете согласно докону микрона. Вот для первого аспилятора это будет, значит, М1, Х1, две точки, равно все тому же самому минус координации Х1, да еще будет, да еще будет производная вот этого потенциала, значит, ну минус производная Х1, ВХ1, ВХ1, ВХ2. Так? Понятно, да? Что-то превышен. Ну, собственно, просто это еще потенциал взаимодействия. Ну, АМ2, ВХ2 будет иметь вот такой вид. Минус К2, ВХ2 минус производная подминала Х1, ВХ2. Так? Значит, здесь есть два существенные разных варианта. Первый вариант, тогда потенциалованный такой, как я написал. Значит, что у М1-Сэдденера? Не у М1-Сэдденера, то, что здесь стоит вторая степень. А это значит, что, когда вы будете дифференцировать, у вас получится первая степень, и у вас равнение движений будет линейным. Значит, с линейным равнением движений никаких проблем не возникает, потому что мы их умеем просто часто интеллировать. Так? Значит, плохо, если у вас здесь стоит степень не два, а, например, четыре. Так? Ну, три. Ну, три, там, будут возникновения, где-то проблемы, поэтому обычно говорят четыре. И вот такая история в жизни встречается, кстати, в большинстве случаев. Ну, как с вами обычно со всяких, обычно вот этот степень осталось стоить степенью двух частей. Первая, там, со степенью два линейные, а потом еще нелинейные показки. То есть это бывает именно так. Значит, а, и с этим люди ничего делать не умеют, потому что люди не умеют решать нелинейные равнения. Вот. Поэтому, как правило, люди рассматривают то, что называется режим малых колебаний, потому что физически это на самом деле именно малые колебания, и это можно объяснить. А именно люди предполагают, что вот этот потенциал стоит в выравнение движения с малым параметром эксимума. То есть вот эти вот шарики, они сильно привязаны к стенке, сильно привязаны к стенке, а вот эта вот штука, вот это взаимодействие клавишко, оно имеется в порядке качества. И у вас получается линейная система, которая подвержена малым нелинейному возмущению. Так? И вот с этим уже можно бороться. Значит, давайте мы в этой системе теперь перейдем к нашим вот этим вот натом EET, в которых правильные движения принимаются простые дни. Ну, что тогда получится? Получится, что в каждой из уравнений прибавится некоторых добавочек размера Epsilon. Так? Тем самым, давайте допишем полученное уравнение векторном виде. Значит, вот E будет теперь вектор E1, E2. А FI будет вектор E1, E2. А E с точкой будет раньше было 0, а теперь это будет что-то размера Epsilon, из-за этого потенциала. То есть, Epsilon, Epsilon и FI. Ну, а FI с точкой раньше тоже было, раньше было просто омега, значит, а омега, это, естественно, омега 1, омега 2. Ну, а теперь это будет омега, и тоже присутствует поправочка размера Epsilon. И вы видите, что мы с вами пришли ровно тем уравнением уравнением и оказывается, что такую систему можно изучать с помощью теории рассоединения. Можно издавить вот этих углов P и на достаточно длинных временах заменить систему на усоединенную систему. Это мы с вами уже умеем делать. хорошо. Ну, вообще, кажется, некоторой игрушкой, что не мешает измерить системки, значит, потом соединили пункталом, маленьким, что-то получили, и сражаемся. На самом деле, на самом деле, что делать обстоит не совсем так, потому что, как я покажу дальше, в гораздо более широком классе систем возникают вот такие уравнения. Даже если говорить про эти самые осцилляторы, то, например, такая новокатистическая механика исчезает в значительной мере на этих осцилляторах. Что это значит? статистическая механика, например, занимается следующим. У нас есть тело твердое, тело твердое, скажем, стержень, стержень, и мы хотим, да, мы вот эту часть стержня с одной температурой греем, эту часть стержня с другой температурой греем, и эти температуры фиксируем. Раз-навсегда. Они фиксируют, при граничных условиях есть. Значит, дальше мы смотрим, что происходит стержня, но и в стержне, естественно, мы ждем, что через некоторое время по середине будет температура от 1-2-2. Будет линейная температура, и все это сделать, соответственно. То есть в какой-то момент сначала температура будет изменяться, а в какой-то момент они перестанут изменяться, и будет такое линейное распределение температуры от 1-1 до 2-2. Стратифика занимается следующими вопросами, а стержня вообще это огромное число молекул, как вот это свойство следует из сравнения от 1-2. Потому что стержня это огромное число молекул, они друг с другом взаимодействуют, и все, и гораздо больше ничего. Это значит, что все свойства макроскопические, которые мы наблюдаем, как-то следуют от этой микроскопической динамики. То есть у них тоже такая связь макроскопических макроскопических запоров с микроскопической динамики частиц. Вот. Для того, чтобы такие задачи говорить, нужно эту самую стержню смоделировать. Какую модель нужно выбрать? Нужно выбрать самую простую модель, которой это возможно, лишь бы в ней вот это вот свойство сходимости равновесия во-прежнем ожидали. Ну, как-то можно проверить, ожидаем, если будет там происходимость равновесия или нет, но можно купить, например, догнать и посчитать, посмотреть, что получается. Но так кажется, что одной из самых простых разумных моделей является вот ровно такая модель. Вы берете огромное число осцилляторов. Ну, что значит огромное? Вообще-то нужно брать столько-столько молекул в стержне. Порядок, конечно, такой 10-23-й. Ну, естественно, эффекты уже которые мы ищем достигают на меньшем числе осцилляторов, потому что с таким накопителем ничего не впечатляешь. Вот. Значит, берем осцилляторы, соединяем их с пружинками и заставляем взаиводеть. То есть, смотрим, что получается. Вот так кажется, что в каком космосе можно моделировать температуру 1, в каком космосе можно моделировать температуру 2. 2. Обычные сделки с помощью некоторого случайного процесса. И с нагляданной интенсивностью пропускциональной вот этим температурам. Ну и дальше мы смотрим, будет ли какая необходимость равновечия этой системы или нет. Ну вот люди умеют доказывать, что в таких системах есть необходимость равновечия сейчас. Но то, что все длинные температуру 1, 2, 2, до сих пор никто доказывать не умеет. Хотя, в общем, пытается это делать достаточно активно с... там, начала с 1, 2, 3. Почему? В чем, собственно, договорство состоит? И договорство состоит в том, что... как раз все, о чем я и говорил, о том, что правильные уравнения движения такие, что вот этот потенциал не менее. Соответственно, у вас получается система огромной размерности вот такой вот и не линейная. И что с ней делать совершенно непонятно. То есть, в этой системе имеют эффекты, которые мы видим, что должна быть вот такая же температура, когда мы с каждой не угляем, а никак по ней аналитически не может как по-видимому это как-то возможно. Это совершенно негонитый кусок математики. Значит, в частности, что люди делают, чтобы простить систему, люди предполагают, что это взаимодействие слабо. Это совершенно нормальное предположение, это не менять тех эффектов, за которые мы смотрим. Ну и тогда там можно применять теорию соединения как раз, но эффектов подобного сорта теория соединения не дает. так, хорошо. Давайте поедем дальше. Перейдем к следующему классу. примеру. Пример лиминтоновой системы близкой к Замести их к интегрированию. Это значит гаммитонная система. Что такое гаммитонная система? Сейчас попробую сделать малокорректную вещь, потому что вообще-то гаммитонная система обычно считает ценный курс семестровый, и доставать 15 минут через такое довольно сложно, но я попробую хоть какое-нибудь примитивное представление вам представить. Грубо говоря, гаммитонная система есть механическая система, в которой нет диссипации. Точнее, сила потенциальная. Экономическая система с потенциальными силами. Например, вот такая же система, когда мы обматривали, это вполне себе гаммитонная система. Так, значит, в чём предельность гаммитоновых систем, в частности, наших трельсов, состоит в том, что для них очень удобно писать уравнение движения. Дело в том, что если у вас есть такая достаточно сложная система, хотя бы система взаимодействующих материальных точек, или же ещё чего-то хуже какой-нибудь маятник, то вам нужно взять, написать все силы, которые в этой системе действуют, выбрать оси, проецировать силы на эти оси и написать уравнение движения. Так? Это большая работа. В организационной системе уравнение движения, на самом деле, пишется очень просто. Достаточно знать одну единственную функцию, собственно, энергию. Она обычно обозначается буквой h, под словом гаммитон. В механических системах функция h – это именно энергия. Но бывают всякие другие системы крайне механические, поэтому её называют не энергией, а гаммитониями. Допустим, у вас в системе есть координаты, назовём их q. Они принадлежат какой-то области, области m в rm. Ну, к примеру, собственно, координаты будут в этом x, да? Координаты будут в этом x. Значит так. Координаты. В принципе, координаты бывают более сложные, и дальше я про это буду говорить. Рассмотрим штуку, которая называется «Математический маятник». Математический маятник. И вот здесь отправлены удобные координаты, это соответственно угол, насколько у нас появится. Сейчас не обязательно, вы имеете координаты в точке. В смысле, координаты в точке в трехмерном пространстве. Может быть, вот такие же. Этим координатам сопоставляется вектор импульса, который имеет такую же размеренность. Или обобщенный импульс. В случае, когда q – это просто самая разновленная координата, то тогда импульс – это и есть самый настоящий импульс. То есть это будет масса, импульс Итой частицы. Итой координате – это будет масса, если у нас речь о материальных точках. Итой частицы умножить на производные по времени итой частицы. Так? И вы записываете энергию в координатах и дальше окажется, что уравнение движения в этой ситуации принимает, при правильном выборе этих импульсов, принимает простой вид. А что значит, в специальном выборе? Ну, есть там некоторый простой алгоритм, как это выбрать и делать. Это абсолютно понятная вещь. Значит, вид вот такой вот, q с точкой, равно производная гамильтониана частная ПП. Что это значит? Значит, что у каждой конъем-то q с точкой есть частная производная от гамильтониана, от функция H по пожитому, а с пожитой с точкой это минус, частная производная гамильтониана H по пожитому. Значит, видите, это действительно очень неудобно, потому что мне нужно знать одну функцию, которая значит просто. Для этого нужно знать что? Кинетическую энергию и потенциальную энергию. Все, да? Энергия это сумма кинетической энергии, а потенциальной энергии. Мне нужно выбрать правильный координат, это делается стандартным образом, и как только я это сделал, я могу сразу написать уравнение движения. Вот. И не нужно расписывать, значит, никакие силы, это не нужно ничего не запроецировать. Давайте в качестве примера я просто напишу с помощью этой техники уравнение движений для того самого для вот этой системы, из двух шариков, взаимодействующих между собой средством пружины. Значит, ну какой у нас гамильтониан? Какой гамильтониан? Гамильтониан? Да, во-первых, что такое Q? Q это вектор в данном случае Q1 и Q2. Собственно, это есть x1 и x2, это положение моих масс. Дальше правильный выбор вектор инфекций P, то есть P1 и P2, это есть просто, именно настоящие инфекции, то есть M1 Q1, M2 Q2 с точками. Значит, ну это что такое? Масса умножить на скорость, правильно? Собственно, она и есть. Давайте напишем энергию. Энергию. Значит, энергию вообще-то в какой вид имеет? M1 x1 с точкой с квадратой пополам, плюс M2 x2 с точкой с квадратой пополам, так это генетические энергии, плюс потенциальные энергии, какие там потенциальные энергии, значит, K1 x1 с квадратой пополам, плюс K2 x2 в квадратой пополам, это потенциальные энергии вот этих вот пружинок, так? Ну еще потенциал, которым я все это дело заставил взаимодействовать. Давайте я сейчас много параметров f всего не буду передней писать. Значит, V это с 1 из 2. Так? Значит, ну если это дело записать в правильный координатекс, то тогда волнение примет такой вид. Значит, P1 в квадрате на 2, плюс N2 M1 P2 в квадрате, на 2 M2. Значит, ну что такое? P1 это есть M1 q1 с точкой, да? Значит, q1 с точкой это то же самое, что x1 с точкой, правильно? Поэтому x1 с точкой в квадрате, значит, вот как раз вот эту штуку идет. Так? Вот эта штука также получается. Ну и здесь k1 в квадрате, значит, q1 в квадрате пополам, плюс k2 в квадрате q2 в квадрате пополам, плюс V в квадрате q2. Ну и согласно этим формулам уравнение движения, значит, согласно этого бункеринятора уравнение движения будет иметь просто такой вот. Только, наверное, квадрата, может, то есть у каждого. А, не нужно, наверное, посетовать. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Смотрите. Q. Q. Житые с точки. Это не есть. Что такое? Частные производные геотинемы по той лицаму. 2p житые A. Значит, это есть. Соответственно, g это 1 или 2, да? То есть p житые на 2M. Нет, p житые просто делить на M, так? Потому что там уже здесь квадрат, значит, двойка фиезда. Ну, смотрите, это должна быть. Потому что вот эта штука это просто эквивалентно вот этому определению наших импульсов. Так, я их так выбрал, чтобы p было равно M умножить на q. В основном, это получается. p на кусточку. p равно M умножить на кусточку. Так? Ну и p житые с точки, то есть минус, произвольное по кужитому h. Это что такое? это есть минус k1, то есть минус k житая, q житая, и минус частное произвольное по кужитому h по 1, q2. Вот. Ну, видите, это те самые уравнения, которые там были. Так? Собственно, это те самые уравнения, которые мы выберем, если честно, написав второй закон дитона. Вот. Здесь преимущества особого не было, потому что уравнения сами по себе тоже было просто записать. Но если у нас система сложная, это дает огромное преимущество. Это огромное преимущество просто, когда вам нужно записать уравнение. А кроме того, это дает огромное преимущество в математике, потому что вместо того, чтобы анализировать непонятную систему уравнений, вам часто оказывается достаточно добраться в том, как функция устроена. Лишь одна функция. Т.е. вот когда мы имеем двое уравнения, две функции. Вот. Это очень удобно. Значит, хорошо. Про гоменциаловые системы. Да, значит, как вообще обычно люди общаются с дифференциальными уравнениями, когда пытаются их решить? Обычно люди пытаются подобрать какую-нибудь хорошую замену переменных, так что после этого, системы просто интегрировались. И, собственно, в XIX веке люди думали, что большинство уравнений интегрироваются, и значительное усилие в математике было направлено на то, чтобы научиться явно интегрировать уравнения. Но здесь уравнения движения компьютеров нету, вы прочитать ничего не можете. Вам что у нас есть? Просто явно прочитать решение. Поэтому здесь, кстати, если это можно сделать, уже ты начал понимать в первом, наверное, фон вторая, что вообще-то это неверно, большинство уравнений не интегрирует явно, и начинает развивать качественную теорию дифференциальных уравнений. Но, тем не менее, вот эта деятельность в попытках перекририровать систему была достаточно активной и принесла некоторые существенные результаты. В частности, для геометрических систем люди придумали следующее. Хорошо. Давайте мы... Значит, у нас же вместо сложных уравнений теперь есть одна функция. а уравнений написать умеем просто. Давайте мы рассмотрим специальный класс замен координат. То есть назовем их канонические замены. Канонические замены координат. Что это за замена? Это замена такого сорта у меня есть свой вектор b и q. а я его меняю на вектор, скажем, xy, xy, так, что уравнение... Значит, да, я у меня вектор xy. Значит, что происходит дальше? Дальше я беру мемистинян h, но это есть функция p и q. Я записываю p и q как p и q от xy. Значит, не получается некоторые новые функции давайте вот так вот великописным нашим обозначим. Значит, это h от p и q, где p и q зависит от xy. И я так вот, чтобы после каждого аргумент xy и q записываю, обозначили тройные скопы. Значит, p и xy. Значит, некоторые функции h получились. Дальше давайте запишем наше уравнение движения. Значит, какое они витриняются? y это было то же самое, что q. Значит, y с точкой равно dxh, а x с точкой равно минус dyh. h. Но вообще-то нет, вообще-то в общем случае конечно нет. Потому что, что я сделал? Я взял вот такие вот уравнения движения. Они имеют такой вид. Дальше я заменил координаты функции h. Функции h. Вообще-то я совершенно не знаю, что вот такой вот хороший вид уравнений сохранился в новых координатах. При большинстве замен это будет совершенно не так. Вы можете сделать вот такую систему, сделать там произвольные замены, если вы берете замену случайно, если вы берете все единицы, так сказать, у вас уравнение движения и будет иметь не такой вид, а другой вид. И всю прелесть киум-хамбристи мы в этих новых координатах потеряем. Поэтому давайте посмотрим только такие замены, в которых вид этих самых координатных уравнений сохраняется. И такие замены называются как раз гармонические замены координат. То есть вид гармонений сохраняется. Ну, примером гармонической замены координат может служить та замена, которую мы с вами делали для гармонических остыляторов. Значит, ну, первая гармоническая замена это была нет, ну, хорошо, давайте давайте просто у нас была самая каноническая замена напишу qp q на на нужно собрать в таком порядке на фи и на фи это замена была динамическая почему она была динамическая? потому что гометиня 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 у нас это была просто энергия помним мы с вами выяснили, что энергия это была просто просто наша переменная и которая была равна модулям в системе мы выяснили, что просто энергия в системе правильно? просто энергия в системе соответственно гометиня в основном координаторе и фи он зависел только вот этот самый переменный и правильно? он принял вот такой вид давайте мы запишем уравнение движения сейчас формально запишем гометинозное уравнение движения соответствующие этому гометиняну мы получим фи с точкой равно производная по и а так сейчас так значит на самом деле на самом деле это плохой пример механическая замена потому что если я напишу что производная фи по смотрите если я напишу это уравнение у меня получится из точки равно единице а из точки или минус производная фи а про моллю правильно если астрах вот такой на самом деле было не так потому что эти точки у нас было на омеге то есть на самом деле замена была не каноническая но понятно что это просто растянная каноническая замена нужно по-видимому что сделать нужно по-видимому здесь написать не е а что-то типа лидеритная омега и остальность каноническая замена понятно да нет так вот тем самым тем самым вот такой класс из замен который мимо дня наставляет на месте называется каноническими заменами в чем прелесть то есть прелесть в том что мы можем подобрать удобную замену координат опять же лишь в одной функции и мы сразу сможем написать уравнение движения давайте подумаем какую бы нам замену было бы хорошо придумать чтобы наше уравнение приняли простые есть мысль или нет вот у нас есть уравнение с некоторой функцией h которая зависит от я хочу придумать замену координат придумать замену координат и я сразу же неспроста обозначу новые координаты через и и и и и и и чтобы мне было каким бы свойством мне хотелось чтобы облагала функция а собственно и 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 Свойство было здорово, чтобы эта функция обладала. Да, именно так. Это именно то, что у нас было в этом случае. В этом случае, смотрите, что получилось. Получилось так, что, хоть это не совсем координат, но мы видим, что это может быть координат, я просто сейчас сходу не собрался в руках, поэтому не буду это писать. А вот эта функция, в новых координат, одинаковый нюанс, стал зависеть только лишь от одной переменной i. И благодаря этому уравнения движения у нас какие там получились? f точка равно 0, а f точка равно ω. Очень простое уравнение движения. Давайте действительно заметим, что если получилось так, что вот эта вот самая функция генеттона зависит только от переменной i, а i не зависит от φ, то тогда уравнение движения, если у нас была с вами заметная хорошее астономическое, это что лист уравнение движения? В это вот такой вид и с точкой. Это есть еще такое, есть производная по FI H минус производная по FI H, есть просто 0, потому что H от FI не зависит, только H в новых ординациях. Так? А FI с точкой равно производной по I H, производной по I H от FI. Эта штука зависит только от I, правильно? Смотрите, эти уровни движения просто-напросто интегрируются явно. И получается, что I от T, но это ремни C, это I от 0, то есть эти перемены я вообще не меняю, это я на месте. Так? FI от T, то есть что такое? Это есть DI H, эта штука зависит только от I, но I не меняется. Правильно? Эта штука это констант. Соответственно, FI будет равно просто вот этот вектор умножить на F плюс FI от 0. Смотрите, что получается. У меня получается, что одни переменные стоят на месте, а вторые меняются линейно. Очень простая тема координат. То есть это очень простое решение. Но затем я могу заменить мои координаты обратно и просто получить решение. Но, естественно, к сожалению, такую замену координат подается довольно-таки редко. Случаи, которые мы с вами рассматривали, случаи, когда у нас был независимый, то есть просто-просто был один гармонический астреллятор, либо два не взаимодействующих, там такую замену координат мы подобрали. Но, к сожалению, это достаточно редко, что такую замену координат удается подобрать. Но, тем не менее, есть некоторая теорема, которая говорит, когда все-таки можно такую замену координат подобрать. Значит, да, и если, смотрите, если такую замену дается подобрать, то, вероятно, система вегетрирует она. Причем, потому что мы ее просто с вами явно проинтегрировали, правильно? Благодаря этой замене. Значит, это так называемая теорема, теорема, или она там называют Леу Вилли, или Леу Вилли Арнольда, Леу Вилли Арнольда. Значит, она говорит следующее. Я ее только так в комиксии поставлю, потому что я ее не смогу аккуратно сформулировать. Там, значит, можно еще раз довольно много чего будет объяснять. Значит, пусть у нас есть, собственно, наша гомонитионная система, наша гомонитионная система, вот такая вот, да, где П и У из РН. И пусть у этой системы, я не говорю, система 1, М1, имеется, имеется M, где M, N это вот это самое, вот это самое N, это самое N, независимых первых ампегралов. первых ампегралов. Значит, что такое первые ампегралы? Ну, говорят, что функция F от Q, то есть от P и Q от наших ампинах, то есть первый ампеграл, первый ампеграл, первый ампеграл, если я беру мою функцию и высчитываю ее на решение моего равнения, так? И D, P, C и Q от C, решение уравнения 1. И вот если я считаю, что эта функция просто равна константе, то есть от времени не зависит, то эта функция называется первым ампегралом. Так, вы можете привести пример первым ампегралом? Ну, вот у вас есть механическая система, там, если нет трения, то всегда есть один первый ампеграл. То есть это функция негде, которая сохраняется на динамике. Ну, энергия, просто энергия, у вас энергия сохраняется. Собственно, вот энергия, что это, бюнкенеат. То есть функция зона, вот эта функция, она является первым ампегралом, в частности. Но нам нужно, чтобы у нас был не один ампеграл, а нам нужно, чтобы у нас с первым ампегралом было высокое сколько координат, еще чтобы они были ненавидимыми. В каком смысле ненавидимыми? Ну, это значит, что n-ные нельзя выразить как функцию от всех остальных. Так? Еще, на самом деле, нужно, чтобы они были в эволюции. Это я сейчас с коммутированием, я не буду записать, чтобы мне объяснять, что это такое. Так вот, да? Существует... Так вот, если n первых ампегралов, для того, чтобы ненавидимым свойством, тогда существуют координаты координаты i, которые принадлежат rn, с этим самым вот n, и координаты φ, которые принадлежат тору той же размерности n, эти координаты канонические. Что значит, что они канонические? Это значит, что они повысены канонические замены координат. То есть, еще раз, я меняю систему координат, и у меня уравнения движения остаются вот такого же вида новых координатов. То есть я просто не достаточно заменить координаты функции b и слона. Так? Чтобы написать на уровне движения. Координаты такие, что функция h, и φ, моя исходная функция h, записанная в новых координатах, и φ не зависит от φ. Не зависит от углок φ. Не зависит от углок φ. То есть, h, 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 h. Оказывается, если у вас в системе имеется достаточно много законов сохранения, собственно, этих первых антегралов, но откуда, какие бывают законы сохранения? Ну, закон сохранения энергии, так? Закон сохранения момента, закон сохранения физического момента, бывают еще всякие специальные законы сохранения, характерные для данной системы. Если у вас из-за законов сохранения достаточно много, но столько, что это размерность, то тогда можно найти такие координаты, чтобы у нас принять будет зависеть только от координат i, и тогда в ней движение примут вот такой вид. И все дело просто проинтегрируется. То есть, смотрите, что мы имеем. Мы имеем, еще раз, что вот эти координаты i стоят, а координаты φ живут на торе, так? Они живут на торе, в примерном торе, и меняют линейно. Что это означает? Это означает, что у нас есть просто армотка тора, так? Вот армотка тора, которую мы начинали на самом первом занятии, которое казалось, так сказать, каким-то детским примером, но мне так кажется, что целый класс механических систем ведет себя, как вот такая вот армотка тора. Причем торе у вас равный, торе форматизован вот этим самым i, это переменный i, так? То есть, для разных значительных условий по переменной i у вас будет разная облота, значит, с разной частотой, и можно думать, как разный торе. Вот. Понятна эта идея? Я знаю, кстати, прокомментирую, что не всегда это многообразие будет переменного фун тору, только в случае, если это многообразие уровня компактно, бывает, что оно некомпактное, и тогда там не то. Правильно, да. Да, спасибо, да. Это правильно, да. Правильно. Значит, действительно, что то, что я написал, это не всегда так, но, видите, я теорему, собственно, спормирую очень неаккуратно. Значит, мне еще нужно n-ное количество условий, но в одной из условий, как бы, было сказано, что рассмотрим, значит, ну, у нас движение происходит, то есть у нас, значит, переменные, живут на некотором многообразии. мы можем, но реальное движение происходит только на уровне, где, на линии уровня, где энергия постоянно. Так? Значит, ну, потому что, потому что энергия сохраняется во время движения. И если, если у вас это многообразие увеличенное уровнем постоянной энергии компактно, то тогда действительно, действительно, у нас там будет сто. Если нет, то у нас получится все хуже. Значит, хорошо, вот этот результат, где он работает. Давайте какие-нибудь примеры систем, примеры интегрированной системы. Да, да, вот эти вот системы, которые удовлетворяют условия этой теоремы, называется интегрированной по леувидию. Интегрированной по леувидию. Интегрированной по леувидию. А координаты фи называются неглуб. И обозначение и и фи для них тоже стандартно. Это, на самом деле, то, почему я в этих уравнениях с самого начала писал координаты и и фи. Потому что в приложениях часто и их действия, а фи – это углы. Значит, где такие системы встречаются? Ну, одномерные системы. Одномерные системы. То есть, n равно 1. Смотрите, например, в случае гармонического астралиятора, в котором n размеры стали знакомы, она просто была равна 1, правильно? У нас была всего одна координата x. И там мы с вами нашли эти самые координаты, ну, практически нашли координаты действия угла. Так? И это была модель z в квадрате полам, а фи – это аргумент z. И, собственно, предсказательство, что мы их можем найти, можно было из теоремы любви. Какой там был первый астралиятор? То есть, нам нужно что? Нам нужно первым астралиятор столько, сколько у нас развернуть. Так? То есть, один. Какой там первый астралиятор был? Если есть гармонический астралиятор, то какая там одна сохраняющаяся функция? Ну, все та же самая. Энергия просто, да? Вот. И, собственно, если у вас есть аномерная система, социальные силы у нас энергия сохраняется. Так, энергия всегда сохраняется. Значит, у вас всегда есть один первый кризон. Так? То есть, любая аномерная система оказывается интегрируем. В любую аномерную систему можно найти вот эти координаты действия угла, и я постоянно проинтегрирую. Независимо от того, линейная система или не линейная. Значит, касательно энергияных систем, все линейные системы интегрируемы. Линейные системы. Это не очень интересный результат, потому что линейные системы обычно можно не другие негативные, в каком периоде проинтегрируют. Но, тем не менее, в этом смысле линейные системы тоже интегрируемы. В любую аномерную систему можно найти огромное количество первых кризонов. Хорошо. Дальше этот результат по одномерной системе можно расширить, я даже не буду читать, одномерные незаимодействующие системы. То есть, если у нас там есть не один шарик на пружинке, а сколько угодно шарик на пружинке, который не взаимодействует между собой. У каждого его собственная энергия сохраняется. Правильно? Значит, следующий пример задачи двух тел. Т.е. у нас есть, собственно, две массы М1 и М2, которые друг с другом взаимодействуют над гравитационной силой. Так? Гравитационной силой. Следующий пример... Значит, еще несколько примеров, я не пишу только один из них. Это задачи, связанные с динамикой твердого тела. Например, волчок лагранжа. Ну, еще волчок лагранжа. Ну, еще волчок лагранжа тоже. Еще есть волчок лагранжа на самом деле. То есть, волчок лагранжа, вы берете твердое тело, фиксируете синего точку, и начинаете вокруг этой точки его как угодно вращать. И оно вращается просто по иначе. То есть, у вас сил никаких нет. Значит, вот такой лагранжа, когда вы берете твердое тело, и поле силы тяжести его рассматриваете, значит, и начинаете вращать вокруг этой точки, то нужно, чтобы тело было симметрично относительно некоторой оси. Вот, например, такая симметричная волчок, когда вы начнете вращать в поле силы тяжести, и там будет нужное количество первых антибралов, и система будет интегрирована. Вот. Весь там еще, в принципе, семейство других примеров. Там есть в каком-то более сложном, но похожем смысле. Там можно говорить про интегрированные сравнения с частными производными. Например, там уравнение карбилеты до спины, которая расписывает волны на мелкой воде, она тоже является интегрируемым, но это уже какая-то гораздо более продвинутая теория. Вот. Ну хорошо. Видите, у нас есть несколько класс интегрированные системы, вопрос, что с ними дальше делать. А дальше их можно размущать, как всегда. Собственно, это всегда так все и устроено. Вот смотрите, у нас, например, поливинейная система. Поливинейная система это хорошо, но не очень интересно. Нелинейную систему сделать не можно, мы рассматриваем переходы к нелинейной. То есть линейной плюс малая нелинейная поправка. Ну и здесь тоже самое. У нас есть интегрированные системы, мы можем к ней добавить небольшое размещение. Ну, к примеру, в таком очень плохом приближении, так можно рассматривать Солнечную систему. Почему? Потому что у нас есть, значит, Солнце, следующее большое тело это Юпитер, а масса всего остального, а всех остальных планет и астероидов, они гораздо меньше. То есть они гораздо меньше в сравнении с у нас поливистера и Солнца. Поэтому, на самом деле, можно рассматривать Солнечную систему как систему двух тел, но в которой есть некоторое возмущение. Возмущение обеспечивает их силами, которые приходят от Земли, Марса и прочих планет и астероидов. Соответственно, в каких случаях будет равнение движения? Вы можете рассмотреть переменные действия угла, которые есть для системы Солнца и Юпитер, которые имеют задачи двух тел. У вас равнение движения примут вот этот вот хороший бит Источкой равно ДФИАШ, Источкой равно минус, наоборот, минус ДФИАШ, ДФИАШ. Но только у вас гамотиниан, то есть какой вид теперь имеет? У вас есть некоторые невозмущенные гамотинианы, которые зависят только от переменных действий, только от переменных И, потому что мы с вами нашли вот эти переменные действия угла. Потому что система Солнца и Юпитера привлеваемого. А еще у вас есть некоторая поправка маленькая, которая соответствует шуму от остальных планет и астероидов. Она имеет вид какой-нибудь H-сволной, то есть к вашей исходной энергии, вашей исходной гамотинианой привлевает маленькую поправку размера ЭПСИЛО. Ну, уже есть от ГИИСИИ. Так, значит, и тогда у вас мнение движения получится такие. Здесь раньше был маленький, потому что вот эта штука от углов не зависела. А теперь получится минус ЭПСИЛОН, частная производная H с волной, вот этой вот поправочки, от КИИФИ. А углы тебя будет ввести следующим образом. Значит, это будет... Давайте... Да, собственно... Сейчас... здесь вот здесь по углам, правильно? Значит, что мы считаем? Действие производное по углам. Здесь производное по действиям H с волной как вот эта часть. А еще нужно продифференцировать вот эту вот часть. Плюс ПСИЛОН H с волной от ИИФИ. Значит, итог какой, смотрите. Давайте я вот эту вот, если вот эту вот штуку обозначить как комега И, то что у меня получится? У меня получится... У меня получится... Система следующего вида. Значит, у меня есть какая-то функция у меня от ИИФИ вот это вот. Так? Значит, и действие меняется как ЭПСИЛОН 5. Так? То есть, уравнения действия имеют точно такой вот вид. Правильно? Уравнения для углов имеют в точности вот такое вот вид. Так? Потому что вот эта штука, это значит, производная гранатиняна под действием. Так? Вот эта штука обеспечивает новую правду. То есть, как только вы рассматриваете систему близкой к интегрируемой, вы приходите к такой же стремительной системе. Так? То есть, если у вас есть, опять же, что интегрируемая система, например, скласса систем, которую я перечислил, то от них вы сразу можете перейти к той же стремительной системе. И вот несмотря на то, что интегрируемых систем самих в себе достаточно мало, систем близких к интегрируемым, в общем-то, можно сказать, что много. Потому что вы берете любые одномерные системы, любые, так? Значит, любая одномерная система интегрируемая, соединяете их с флагом взаимодействием, и у вас получается система близкая к интегрируемой. Так? И она сразу записывается вот такими вот быстромедленными уравнениями. Ну вот, собственно, такой вот большой класс систем, для которых годится вот эта вот теория быстромедленная система. Давайте, такой вопрос, давайте действительно предположим, что наша система быстромедленная, она пришла из системы близкой к интегрируемой. То есть, что это значит? Еще раз я это напишу. Это означает, что f малое взаимодействие малое взаимодействие интегрируемой системы. Значит, f у нас функция f. Значит, имеется такое значение. Собсидат, которая написана вот здесь. Значит, минус dφ h с волной. Вот это вот fφ. Ну, g имеет вот такой вот вид, но я ее даже не буду писать, потому что это не важно. Значит, какая будет усоединенная система? Усоединенная система. Значит, что мне нужно делать? Мне нужно взять и усоединить вот это вот уравнение по углам. То есть, вам нужно и с точкой равно ε усоединение опять. f. Ну, я через g отмечал координаты соединенной системы, так? Значит, от чего оно? Смотрите, у меня есть вот это вот f. Это частная производная какой-то функцией по углу. То усоединение ее чем угодно. Что такое усоединение? Нет, и выиграл по тору. Так. Давайте одномерно случай посмотрим. Давайте одномерно случай посмотрим. Так. Значит, пусть у нас φ одномерно. То есть просто к инвизитору. Тогда f. Значит, тогда f. Усоединение. Усоединение. Значит, у меня есть. Вот этот вот минус норма. Пусть он будет. 1 на 2π. Интеграл от нуля к 2π. Смотрите, вот эта штука, она нас не интересует. Потому что у нас все по углам сейчас происходит, да? Значит, dφ. h. Значит, вот это и φ. Нас не можно было бы написать. dφ. Ничего это равно? Что это играл в производной. Смотрите, у меня есть все одномерно. Значит, просто можно написать не частную производную, а а вот это первая производная. Интеграл в производной же это такая сама функция. У меня это 2π. Так. Чего это равно? Ну и у нас функция периодическая. Так. Здесь h. Вот это тоже. Вот это самое. Значит, равно 0. Так. Потому что, что все, φ это, φ это когда-то на поле. Значит, все периодично. Значит, равно 0. То есть, оказывается, что если у нас есть гоместантная система диско-динтегрирования, то переменные действия, двухсредневные системы, она просто стоит на месте. Так. Просто стоит на месте. То есть, у вас есть такая вот страшная устойчивость. А что это значит с промышленной системой? Что? Значит, теорема обосреднении вылечет, что, значит, i от t минус, значит, g от t. Что это такое? g от t. g от t это есть просто константная. Это есть просто g от нуля. Да. Потому что жесточка равна нулю. А g от нуля мы, естественно, предполагаем равным i от нуля. Так. Потому что условия начальной и двуссоединенной системы мы предполагаем, естественно, такие же, как условия начальной и двуссоединенной системы. то есть, i от t минус i от нуля, а теорема обосреднении, вот здесь она используется, то меньше ли в равно, чем константу умножить на епсилон. Но при каких временах? При временах меньше ли в равных, чем епсилон минус 1? То есть, это значит, что у вас ваши переменные действия, которые нас, как правило, интересуют, которые, ну, например, если можно думать про... Ну, какой у нас пример есть? У нас есть пример вот этих самых взаимодействующих осцилляторов гармонических, да? Самое первое, о чем я говорил, когда у вас два взаимодействующих гармонических осциллятора. Значит, переменные действия там – это просто энергия каждого осциллятора, так? Это значит, что когда у вас осцилляторы друг с другом начинают взаимодействовать то есть под крестом потенциалового размера Эпсилон, как Эпсилон, их энергии, энергии каждого стилиатора вообще не меняются, когда они взаимодействуют, они как энергию из одного в другой перетекают. Но доказано, что она перетекает очень медленно, что она перетекает не больше, чем на Эпсилон, за негативное время, порядка Эпсилона минуслеза. Понятно, да? Это следствие комиссионовости, плюс теорема восстановления. Плюс близости к энергию. Так, что-нибудь понятно или уже? Так, вам? Если я не понимаю, да? Так, а что непонятно? Нет, я просто вижу по вашему виду, что вы держат тысяч полчаса назад, иначе сейчас можно попробовать восстановить этот статус со включенным. Значит, что непонятно или я совсем ничего не знаю? Ну ладно, вы можете подумать, какой вопрос спросить, я вам перестал дать понятную, может смогу объяснить. Значит, ну давайте как-нибудь попробую это дело резюмировать. Что мы имеем? Мы берем с вами систему какую-нибудь механическую. Что такое механическая система? Ну какой-нибудь набор точек взаимодействующих, или планет взаимодействующих, или там что-нибудь на колесах куда-нибудь едущих, или два, чтобы трения не было. Так? Чтобы все эти были потенциальны. Значит, какой-нибудь маленький колеса. Берем систему... Да, это статистическую систему. Берем такую систему так, чтобы... Да, берем много простеньких систем. Например, много вот этих самых гармонических артериаторов. Например, много одномерных систем. Чтобы каждая система предстояла одним прямословием, которое обращает интегрированность. Так, и дальше заставляем эти системы между собой слабенько взаимодействовать. Ну, к примеру, вы сможете думать о том самом примере стат физики, когда вы берете кучу гармонических артериаторов и заставляете их слабой пружинкой между собой взаимодействовать. Исправим мы энергию этих артериаторов, а энергия здесь переменные действия. Вот эти вот. То есть энергию из рука этих артериа имеет какую-то свою энергию. Правильно? Значит, смотрим вот энергию этих артериаторов. И окажется, что на промежутке времени вот таком огромном, где все равно это сила взаимодействия, энергия вообще практически не меняется. То есть все почти стоит на месте. Вот. На самом деле, на самом деле, что бы это означало? Если бы это было действительно так, как я сказал, это бы означало, что, помните, я говорил про пример распространения тепла в стержне, да? Значит, это означало бы, что тепло в стержне не распространяется, если бы все было так, как я сказал. Потому что вот эта вот скорость, на самом деле, означает, что никакого распространения тепла в стержне практически нет. Вот. А то, что мы наблюдаем в реальности, происходит гораздо быстрее, чем топилизация, которую мы получили. Значит, с чем это связано? Это связано с тем, что условия теремопосреднения выполняются не всегда. Значит, мы с вами... Я заказал теремопосреднение только в одномерном случае, когда только один угол. Так? Значит, ног углов, на самом деле, у нас столько же, сколько остилляторов. Вот эти вот размеры, такая же, как размерность... Такое же, как число остилляторов. Вот, когда мы рассматриваем эту самую систему взаимодействующих аспириаторов. А тогда, тогда у нас вектор Омега, который сидит в нашей полученной быстромедной системе. Значит, он вообще-то может быть изонантным. Так? Помнишь, значит, изонант? Значит, что его компоненты являются линейно зависимыми на поле в рациональных чисел. Так? Знаешь, что ваша обмотка Тора не всюду плотна. Вот. И оказывается, что распространение тепла, на самом деле, происходит только благодаря тому, что система сильно резонансна. То есть, если у вас система не резонансна, у вас никакого распространения тепла в ней не будет. Вот. И еще один пример, где эти резонансы играют. Например, если мы рассматриваем ту самую систему Солнце-Юпитер. Может, это не Солнце-Юпитер, а может какие-то другие две планеты выбрать. Короче, в Солнечной системе, где-то между какими-то планетами есть довольно мощный резонанс, который тоже не позволяет эту теорию применять. То есть, на самом деле, это такой забавный факт, что казалось бы, что резонансы появляются, в принципе, достаточно детские события, но вот те физические явления, которые вы действительно наблюдаете по распространению тепла, они происходят только благодаря тому, что мы видим много-много резонансов. Вот. Так. Значит, это вот такой пример, где можно эту теорию населения применять. Так. Что я сейчас еще успею сказать? Значит, давайте я начну создать следующий сюжет, который я хотел сказать в качестве применения теории об усоединении. Это устойчивость систем. Я вот хотел рассказать про маятника пиццы, вот я сейчас к нему потихонечку двигаюсь. Значит, вот поэтому есть какие-нибудь вопросы или нет? Так. В общем, даже если здесь было непонятно, то в целом дальнейшее это не должно было быть. Ну, вот просто хорошо будет слышать, что есть такой широкий класс, ну, достаточно широкий и разумный класс системы, где вот это теорию населения хорошо работает. Напомню, что нарисовать этот график, если это как бы действительно решение, когда распространение с... Да. А при резонансе что будет в этом случае? Нет, при резонансе у вас может быть распространение... Сейчас. Сейчас. Значит, ну, как, график у меня он был такой, очень беспусловный. Что я рисовал? Я рисовал, по-видимому, переменные действия. Да, я отныне выполняю миссивацию того, что я пишу I, 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 I. Так что в ганализованных системах это действие вот эти углы, поэтому я про I буду говорить обычно действие. Хорошо? Хотя вот эта система не ганализованных, это, конечно, будет не действие, но вкратце так удобнее, чтобы их называть этими словами. Значит, я рисовал следующее, что вот у нас есть некоторая динамика как действие. А я систему соединяю и рассматриваю, получаю некоторую усоединенную динамику на G от P. Так, вот это вот P от P, вот это вот G от P. Да? Значит, если нет резонанса, то тогда вот эта штука отличается вот на этой, на временах порядка ε-1 на расстояние не больше, чем ε. Так? Ну, хотя интересно, чтобы быть аккуратным, потому что я уже доказал, что это вообще динамика системы, где никакого резонанса быть не может, только частота может замолиться. Ну, а если есть резонанс, то у вас просто за время, вы вот на это расстояние ε разойдетесь за время единицы. Вот единица там же вот здесь вот, у вас просто соединенная система поедет вот сюда вот, а ваша настоящая система едет совершенно в другую сторону. То есть никакой связи не будет. Вот за это время заедет на экшеном за время единицы, но за время порядка ε-1 может случиться что угодно, если вы увидите на скорение порядка единицы. То есть тогда просто соединенная система не несет никакой информации об исходной системе. Но тогда применяется некая процедура резонансного усоединения, это усоединение не по всем частотам, я думаю, что мы до этого зайдем. Давайте мы рассмотрим, собственно, о чем сейчас будет здесь применение теории и усоединение к исследованию исходчивости. Вот. Но если в предыдущем примере я основной руками махал, из чего не объяснял, из чего не объяснял, из чего не объяснял, из чего не объяснял, сейчас я так больше делать почти не буду, а буду гораздо аккуратнее себя вести. Давайте рассмотрим дифференциальное уравнение на раме. Вообще, да, мы сейчас вспомним, что такое усоединение для положительного равновесия дифференциальных уравнений. Значит, рассмотрим какое-то такое дифференциальное уравнение, то, что на первого порядка, если эта научность не ограничивает, если у нас есть дифференциальное уравнение второго порядка, мы понижаем степень и получаем уравнение первого порядка. Значит, если у вас есть точка x0, и в ней функция f обращается в ноль, такая точка называется положение равновесия. Это, естественно, на данный, потому что в этой ситуации, если вы рассмотрели решение с начальным условием x0, то тогда в нормальной точке вы будете сидеть вечно, потому что производная x будет равна нулю. Правильно? Все понятно? Ну и определение положения равновесия x0 называется асимпатически устойчивым. асимпатически устойчивым, если существует такая окрестность u от x0, значит, что я себе напишу, если существует окрестность u от x0 такая, что при, если у вас начальное условие, начальное условие принадлежит к этой окрестности, то тогда у вас решение упадет на эту точку. На положение равновесия u от x0, на положение равновесия u от x0. Так, ну смотрите, что происходит. У нас есть некоторая система, у нас есть положение равновесия, от x0. И вот если вы можете найти некоторую такую окрестность, это вот такое неравновесие, то вы берете произвольное начальное условие произвольное начальное условие из этой окрестности, из этой окрестности, так, и вы запускаете динамику. Но вообще-то, в общем случае, у вас динамика может появиться куда угодно. Так. Но запускаете динамику и, имею в виду, решаете об этом уравнение. Но может случиться так, что у вас все упадет на x0. То есть что на это упадет? Потому что решение в течение времени будет приближаться к точке x0. Когда говорят, что x0 это синтетически устойчивое положение равновесия. Ну, самый простой пример, ну как самый простой? Простой пример, взгляд такой. Рассмотрим, я здесь напишу уравнение движения второго вариатора, но его, конечно, как я сказал, можно свести к этому уравнению движения и понизить в степень. В итоге все то же самое, что у нас было. И в динамике равновесия равновесия не бывает, потому что энергия сохраняется. А у вас здесь как бы все засухает. Но давайте мы сюда добавим трение. Давайте добавим вязкое трение. Вязкое трение вот так выглядит. Какая-нибудь константа, которая силу и силу этого трения задает, x0. То есть вязкое трение пропорционально скорости. Что такое вязкое трение? Это значит, что вы, например, осматриваете колебания вот этого осиллятора не в вакууме, а в воде. Так? Ну, в какой-нибудь вязкой среде. Ну, в воздухе вообще-то тоже, конечно, не вязкое трение, просто оно очень слабое. И тогда у вас будет ровно уже эта история. У вас есть положение равновесия некоторое, так? Где пружинка не растянут или не изжата. И если вы дальше осиллятор отклоните, то тогда у вас психологически стабилизирует положение равновесия, и на него все упадет. Причем здесь можно отклонить осиллятор насколько угодно. То есть эта окрестность совпадает со всем пространством. Значит, прямой. Так. Хорошо. Какой критерий асинтратической устойчивости положения равновесия? То есть это достаточно условия осилляторической устойчивости. Так, сейчас пока я это расскажу. А можно это найти? Достаточно условия осилляторической устойчивости. Можете кто-нибудь назвать? Смотрите, вот это вот здесь. Сказать простое. Давайте считать, что у нас исцной положение равновесия Оно осилляторически устойчиво. Если выполнено следующее. Давайте рассмотрим дикобиан вот этой вот функции для f. То есть что это такое? Смотрите, у нас функция это поможет тебе Значит, если x за n, так, то функция f у нас за n за n. Так. Значит, у нее n кардинал есть. Ну, все знают, что такое югубиан. Давайте я в этот случай напишу. f1, 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 f1. То есть по строке меняются координаты, которые у меня деференцированы. По толсту, потом. А по строке меняются функции fn, dxn, fn. Так. Рассмотрим. Значит, рассмотрели дикобиан. Так вот. Давайте. Эта матрица n на n. Так. Как у всякой матрицы n на n. У нее есть n собственных значений комплексных. Правильно? Значит, можем их посчитать. Так вот. Оказывается, что если собственное значение дикобиана df, если не просто собственное значение, а все собственные значения дикобиана df, то есть высчитано в точке x0. Вообще, это же такая матричная функция, правильно? Значит, нужно из производности считать в точке x0. Вот. Получится просто матрица. Значит. Так вот. Мы можем посчитать и собственные значения. И вот если все собственные значения имеют отрицательную вещественную часть, то x0 синтетически устойчиво. То положение равновесия x0 синтетически устойчиво. Вот так вот. Значит. Давайте я не бросаю это. То есть, благо, можно это просто, так сказать, объяснить в некоторой степени точности. Но давайте для простоты положим в основном аналюр. Не всегда можно дойти за заменой. Значит, сдвигаем, сдвигаем нашу систему карбинат. Это схема указательства. Схема указательства. Значит, можно сказать, что x0 равна 0. Так. Но дальше, что мы с нашей системой можем сделать? Смотрите, у нас функция f в 0 равна 0. Правильно? Потому что 0 – это положение равновесия. Значит. 0 – это положение равновесия. Тогда, смотрите, а нас интересует, что происходит в окрестности этого нуля. Значит. У нас течится синтетическое источие. У нас течится синтетическое источие. У нас течится локальное свойство, которое выполнено в окрестности этого нуля, может быть достаточно маленькое. Ну, а как себя функция, которая равна 0, как она себя ведет в маленькой ответственности этого нуля? Значит. В первом приближении модуль ее неизвестить. Правильно? Значит. Разложить и разложить функцию. Вот. Соглядь Тейлора, здесь формула Тейлора первого порядка. Что мы тогда получим? Тогда получим, что x-точки имеют динст f с нуля, так? Который с 0. Плюс f-штрих. Значит. Ну, здесь не f-штрих нужно написать. Здесь нужно написать филикобиант f в обычной руле. Вмножить на x. И плюс члены порядка, значит, 0 в x-квадрате. Правильно? С формулы Тейлора. Другими словами, вы реализовали систему. Вот эта вот часть, эта штука называется... Вот такое вот сравнение называется линейализацией нашей системы. Потому что она линей не приближает нашу систему. Так. Хорошо. Смотрите. Это значит, что в окрестности x равно 0, вот эта штука почти не дает никакого плана. Основной роль играет вот эта штука. То есть уравнение ведет себя примитительно как решение вот этого уравнения. Так. Давайте теперь допустим, что нам повезло, и что собственные векторы E1, значит, можно выбрать базис из собственных векторов. декубиана ДФ. Вот эти самые матрицы, матрицы ДФ. Декубиана ДФ от нуля. Значит, пусть можно выбрать базис из собственных векторов E2 на ДФ от нуля. И пусть эти вектора E1, E2. Ну, вообще-то это не всегда так, конечно. Это не всегда так. Но, например, если нам повезло, и у нас матрицы симметричные, тогда это всегда можно сделать. Ну, если это не так, что там некоторое большее работа требуется, все равно все делается. Ну, что значит, что можно выбрать из собственных векторов? Значит, что X равно сумма E2 от неравного единицы до n. Правильно? Значит, давайте... Ну да, ДФ от нуля X. Что такое? Так как E2 это собственные-собственные векторы, то эта штука просто будет равна сумме от и равного единицы до n лямбритой и X-ситой E2. Лямбритой это собственные значения. Ну, потому что эта штука действует линейно, правильно? Просто умножение на матрицы. Значит, ДФ от нуля, если я не подействую на какой-нибудь вектор единицы, я получил лямбритой и единицей. Правильно? Потому что, как еще раз, это собственные-собственные векторы, это собственные значения. Значит, при линейности получается вот так. Хорошо, смотрите, теперь вот это вот уравнение давайте просто запишем по координатору одного координатора. То есть, значит, соответственно, координатор E1, E2, и далее, En. Ну, увидим, что уравнение принимает тогда самый простой вид. X-ситой с точкой равно лямбритой X-ситой. Так. Аначе, видимо, решается. X-ситой от нуля, то есть, пардон, X-ситой от нуля равно X-ситой от нуля умножить на е-ситой лямбритой С. Так. Ну и смотрите, если у нас все... Да, но вообще-то здесь вот эти X-ситы могут быть комплексные, потому что все значения комплексные, то есть лямбритой тоже комплексные. Значит, лямбритой тоже комплексный. Но если действительная часть лямбритой отрицательного, а это под положением на X-ситой отрицательного. Как? Значит, вот тогда вот штука, что она делает? на X-ситой отрицательного. Да. А то есть, у меня есть формируется. Потому что... Ну что у вас? Значит, E степени лямбритой С, это есть E степени. Действительная часть лямбритой С, умножить на E степени. И минимальная часть лямбритой С. Вот эта штука помодлена ограниченной единицы, а эта кемовритая, потому что эта штука отрицательная. Понятно, да? Все, ну значит, в этом случае мы доказали действительно нашу теорему. Ну, как доказали? Мы, конечно, не доказали, что вот эту штуку не дносит Но идея в том, что у вас вблизи точки x0 вот эта штука играет подавляющую роль, потому что здесь x есть x в квадрате, а x маленький. А дальше вот эта штука только приближает вас к положению равновесия, поэтому x начинает играть все еще меньше и меньше и меньше, и в итоге она не может отказаться. Конечно. Но если нельзя, чтобы у вас есть два из собственных ресторанов, то всегда можно написать в форме жардана, в форме жардана возникает место и жардановые клетки в магнице, но с ними можно разобраться и получается то же самое. Идея вот именно вот такая. Так, хорошо? Значит, что будет в следующий раз? По крайней мере, значительная часть версии зайдет предусмотрение следующей системы. Собственно, это такое будет последнее приложение в теории обусорединениях, о котором я буду говорить. Собственно, майкинг копится. Значит, что это такое? И вам рассматриваем просто объект на заднем математический майкинг. Значит, у вас есть нераздержимая нить длины L и массы m. Ну и у вас эта штука качается. Называется такая штука математический майкинг. Да, у этой системы, естественно, есть два положения равновесия. Но одно положение равновесия вот такое вот нижнее. Значит, а второе положение равновесия верхнее. Вот такое вот. Естественно, это положение равновесия устойчиво. Здесь нет асимпатического устойчиво, чтобы нижняя наносить устойчиво. Потому что если вы хоть чуть-чуть отклоните, и вы хоть чуть-чуть отклоните майкинг, то он упадет. Правильно? То есть он с любой ответственностью уйдет далеко от начального восстановления. Но так кажется, что если рассмотреть такую же систему, только вот эту точку подвеса крести очень часто и с маленькой амплитудой, то тогда расположение его на рейтинг станет устойчивым. Вот. Собственно, это делается с помощью теории соединения. Я их попробую далее рассказать. Так, на сегодня давайте все. Ну, это называется самая гипотезия. Дальше такой вопрос. Значит, много ли здесь второкурсников? Раз. Нет, мы видим. Так. Один, да? Хорошо. Значит, просто делал что-то там сессии на следующей неделе, и вопрос в том, что водители свои занятия или нет? Значит, да. Нормально, да? Ну, давайте тогда все по плану, и на следующей неделе будет. Будет занятие? Хорошо. Так, а первокурсников нету, да? Так, можно, тем лучше. Как все язычки? Ну, как все язычки? Не, давай. Не все, но, а, 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 а. Ну, не все. А что, только у нас ничего не понятно, да? Продолжение следует...